Время новостей на телеканале Север. Студии Василий Хтанзейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Завершена разработка предпроектной документации по строительству железной дороги в Сосногорск-Индига. Проект обсудили в ходе рабочей встречи главы региона с руководителями компании Руститан. Плюсы и минусы. Дистанционное обучение в образовательных учреждениях города Наринмара и поселка Искателей продлится до 3 февраля. Изменения в порядок предоставления субсидий для оленеводов на возмещение части затрат на производство и реализацию оленины рассмотрели на заседании администрации Ненецкого округа. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный встретился с президентом и генеральным директором компании Руститан Алексеем Ткачуком и Алексеем Новиковым. Во время рабочей встречи стороны обсудили детали стратегического проекта по выходу к Баренцеву морю на Северный морской путь. Для нашего округа участие в межрегиональном сотрудничестве с компанией Руститан и корпорацией АИОН – рывок к уверенному развитию. У консорциума стратегические цели – освоение минерально-сырьевой базы в интересах обеспечения отечественной промышленности, товарной продукции высоких пределов на основе титанового и кварцевого сырья. Цель создания консорциума – это освоение мегапроекта в арктической зоне. Мегапроект раскладывается на три крупных инфраструктурных проекта. Это освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, транспортный коридор Сосногорска-Индига и морской порт Индига. Руститан разрабатывая добычу металлов и руд в Верхнепижемском участке, расположенном в Усть-Цилемском районе Республики Коми. Отметим, Верхнепижемский лицензионный участок, расположенный на территории пижемского месторождения Титана, является крупнейшим в мире по ресурсам титановой руды и кварцевых песков с запасом около 2,5 млрд тонн титановой руды и более миллиарда тонн кварцевых песков. По железной дороге из Сосногорска в Индигу и будет доставляться добытое на месторождении сырье для дальнейшей транспортировки на экспорт по всему миру. Разработка предпроектной документации по строительству железной дороги Сосногорск-Индига уже завершена. Общая протяженность трассы составляет 560 километров. Из них 384 километра идет по Республике Коми и 176 километров по Ненецкому автономному округу. Говоря о Ненецком автономном округе, трасса проходит в муниципальном районе Заполярный район. Железная дорога будет иметь 7 раздельных пунктов станции, 51 искусственное сооружение, в том числе 23 мостовых. Предполагаемое количество персонала на участке в Ненецком автономном округе – 580 человек. Мы считаем, что этот проект способен вдохнуть просто жизнь в западный тиман. Это позволит не только проложить железную дорогу, это позволит, собственно говоря, подтянуть все коммуникации. Это эксплуатационная дорога рядом, это линия связи, это электроэнергетика. Поэтому мы очень заинтересованы в партнерстве. Глава региона предложил руководителям компании приехать в Ненецкий автономный округ и представить проект жителям. Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 мая представить предложение по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря в районе Индиги. 36 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших – 30 жителей Наринмара и поселка Искателей. Кроме того, зарегистрировано 6 привозных случаев заболевания из Санкт-Петербурга, Москвы, Сыктывкара и Республики Мариэл. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 295 человек. Из них стационарное лечение получают 27 человек, а амбулаторное – 268. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 863 человека. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3742 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3425 человек. За прошедшие сутки – два пациента. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности по степи и контролю в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, Оме и Ниси. Обязательный масочный режим – система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Восстановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельной категории граждан по эпидемическим показаниям. С 27 января по 3 февраля учащиеся образовательных учреждений города Наринмара и поселка Искателей переведены на дистанционный формат обучения. Изменения в порядок предоставления субсидий из окружного бюджета на возмещение части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции рассмотрели на заседании администрации Ненецкого округа. Изменения в действующий порядок субсидирования назрели давно. Руководители оленеводческих хозяйств на встречах с главой региона Юрием Бездудным поднимали вопрос о необходимости изменений. Сельхозпроизводителями было обращение отправлено на департамент, на собрание депутатов и губернатору. Видимо, нас все-таки собрание депутатов нас поддерживало, губернатор, видимо, услышал. И на сегодняшний день принята вот такая сумма. По поручению губернатора теперь все оленеводческие хозяйства будут получать субсидию в размере 150 рублей за килограмм оленины. И все в один голос говорили, что должна быть справедливость. А справедливость в том, что выращивая оленя, труженики тундры должны получать одинаковую субсидию вне зависимости от того, сами ли они перерабатывают эту оленину, сдают ли они на мясокомбинат, либо реализуют для населения. Субсидия будет распространяться на все мясо, которое было заготовлено в эту убойную компанию. Денежную компенсацию получат и те производители, кто сдают оленину на переработку на мясокомбинат, и те, кто занимается собственной переработкой и реализацией продукции. Выплачивая эту субсидию, мы должны защитить наш рынок и население от того, чтобы эта продукция вымывалась. Поэтому обратите внимание в положении, чтобы было отдельно указано, что речь идет о защите, о продовольственной безопасности. Кроме того, в новую редакцию порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции внесут еще некоторые изменения. Первое, мы приводим в соответствие с федеральным законодательством и вводим такое понятие, как отбор. То есть теперь для того, чтобы получить субсидию, нам рекомендуют, чтобы был определенный отбор. Мы это делаем. Раз. Второе, мы поддерживаем тех, кто работает на нашей территории. То есть в нашем изменении в порядке будет написано, что субсидирование подлежит только тех, кто стоит на налоговом учете в Ненецком автономном округе. Также по просьбе оленеводов из закона уберут такое понятие, как период реализации. Ранее он обозначался с октября по май. Теперь в новой редакции составят весь год. Таким образом, заготавливать и отправлять на переработку олени, но можно будет в течение всего времени. Касаемо тех наших организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, которые производят сепоспродукцию, которые производят и направляют ее другие организации для дальнейшей переработки. Это те организации, которые производят и направляют ее на реализацию прочим лицам. Ну и те организации, которые производят продукцию оленеводства и, соответственно, направляют ее на личное производство. Еще один нюанс. Для получения субсидий при самостоятельной реализации продукции оленеводства, ее цена не должна превышать 250 рублей за килограмм. Ольга Русул, Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе работает горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусом. По короткому номеру 122 можно получить консультацию по теме. Однако сотрудники службы столкнулись с тем, что многие жители округа обращаются к операторам с вопросами, которые не касаются COVID-19. Далее все подробности. Служба горячей линии по коронавирусу работает круглосуточно. Главная задача специалистов – это проконсультировать больных с диагнозом COVID-19 и дать рекомендации людям, которые имеют симптоматику новой коронавирусной инфекции. Но в последнее время жители региона стали обращаться на линию с любыми вопросами. «Стали замечать, что чаще звонки поступают не связанные именно с новой коронавирусной инфекцией, а с какими-то бытовыми вопросами, с решением этих вопросов. Хотелось бы, конечно, гражданам напомнить, что все-таки это телефон горячей линии, касающийся вопросов новой коронавирусной инфекции». Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Ежедневно регистрируются новые случаи заболевания. И служба горячей линии по коронавирусу становится все больше востребована у пациентов с диагнозом COVID-19. «Службы принимают и днем, и ночью телефонные звонки. За вчерашний день звонков было принято 15 на данный телефон, и сегодня уже 15 на первую половину дня, лишь до 12 часов. Звонки в основном с вопросами, касающимися новой коронавирусной инфекции. Люди звонят с симптоматикой, как им быть, что делать». Также на горячую линию можно позвонить с вопросами о вакцинации записи к врачу или для получения консультации по лечению. Также по короткому номеру 122 могут обращаться самоизолированные, например, для связи с волонтерами. «Когда поступает звонок на телефон горячей линии, оператор отвечает, консультирует человека по данному вопросу и в случае необходимости переадресовывает данный звонок на соответствующие службы. Либо это телефон единой регистратуры, либо это Роспотребнадзор, либо это телефон, где сообщают результаты платных ПЦР-анализов на коронавирус, либо это также волонтерский центр». Телефон горячей линии по коронавирусу предназначен именно для получения информации, связанной с COVID-19. Если вы столкнулись с какой-то проблемой и не знаете, куда обратиться на экране номера телефонов экстренных служб, пока вы занимаете оператора своим вопросом, который не связан с коронавирусом, кто-то кому это действительно нужно, может попросту не дозвониться. Берегите себя и своих близких. Василий Хтанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Новая волна заболеваний коронавирусом, а также гриппом и ОРВИ стали предпосылками для ведения дистанционного обучения во всех школах города. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Дистанционное обучение ввели на неделю. Из-за высокого уровня заболеваемости до принятия этой меры 62 классов школы города и поселка искателей уже были закрыты на карантин. Решением оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции все школьники, за исключением учащихся в селах, со 2 по 11 класс будут проходить обучение онлайн. Что касается учеников 1 класса, то они ушли на дополнительные каникулы чуть раньше. Во-первых, это рекомендация регионального оперативного штаба, которую, надо признаться, мы ждали. Мы ждали этого решения, потому что у нас был зафиксирован рост заболеваемости как среди учеников, так и среди учителей. В первой школе 16 классов уже находились на карантине, а у 9 преподавателей был выявлен коронавирус. Стоит сказать, что дистанционное обучение уже вводилось ранее. Опыт 2020 года позволил педагогическому составу в короткие сроки подготовиться к новой волне. И на сегодняшний день я хочу сказать, что мы к дистанционному обучению готовы. У нас есть знания, возможности. Ну и взять то, что наша школа новая, у нас оборудованы кабинеты, мы можем проводить свои уроки не только в зоме, но и в сферами. Это новая образовательная программа, которая предлагает обучать всех школьников. Многие родители обеспокоены тем, что у ребенка не будет возможности усвоить материал так, как он мог бы сделать это в образовательном учреждении. Но, по словам представителей школ, все это будет учтено в обновленных программах обучения. Конечно, с переходом на дистанционное обучение все педагоги будут корректировать свои рабочие программы. И хочется успокоить родителей, что изучение сложных тем, лабораторные, практические работы, они будут переноситься на то время, когда школа уже начнет работать в очном режиме. В школе номер три, например, если класс плохо усвоил какую-то тему, будут объяснять ее же повторно, но уже в очном формате. Но как же относятся сами родители к ведению дистанционного обучения? Я, например, считаю, что это необходимо, потому что детишек много болеет, болеют в детских садах, болеют в школах. И чтобы они тесно между собой не общались, соответственно, и в школе, на кружках, где-то, в каких-то секциях, я думаю, что нужно, наверное, их оградить пока друг от друга. Это просто необходимо сейчас. По словам Татьяны, ее дочка очень ответственная, поэтому за успеваемость и усвоение знаний она не переживает. На дому ребята могут не только проходить учебные материалы, но и заниматься дополнительно, чтобы лучше изучить какую-то тему. Как по мне, дома, наоборот, можно еще лучше подготовиться к экзаменам, чем в школе, потому что дома можно посмотреть те же видеоуроки по подготовке к экзаменам, что нельзя сделать в школе во время обучения. По словам выпускника, в последнее время качество интернет-соединения оставляет желать лучшего. Но на онлайн-уроках в Зуме присутствовать позволяет. Единственная сложность в дистанционном обучении – это большое количество домашнего задания, чтобы пройти этот материал, который мы не усваиваем в школе. Напомним, решением оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции на дистанционное обучение с 27 января до 3 февраля переведены ученики образовательных школ Наринмара и поселка Искателей, учащиеся в средних профессиональных учебных заведений, воспитанники учреждений дополнительного образования. Санитарная обработка общественного транспорта – одна из важнейших мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Организации, осуществляющие перевозки, проводят дезинфекцию автобусов и другого транспорта по несколько раз в день. Александра Литкова продолжит тему. Как правило, в зимний период пассажиров, которые отправляются в окружные села на судне на воздушной подушке, не так много. По словам капитана Ивана Кононова, заполняемость не более 20% на каждый рейс. Есть возможность соблюдать необходимую дистанцию. Тем не менее, обработка салона судна проводится после каждого рейса. Пассажирские рейсы в окружные села Северная транспортная компания выполняет 4 раза в неделю. С утра на судно приходим, обрабатываем судно дезинфицирующими средствами перед посадкой пассажиров. И после того, как возвращаемся с рейса, также проводим дезинфекцию судна. Снутри обрабатываем препаратами. Таким же образом проводят дезинфекцию пассажирских автобусов, курсирующих по маршрутам номер 10 и 415. Водители обрабатывают салоны транспорта в перерывах между поездками. Санитарная обработка происходит в перерывы, то есть за 10 рейсов. Соответственно, там есть перерывы. Вот первый перерыв у нас идет большой, около двух с половиной часов. Соответственно, машина полностью дезинфицируется. То есть салон, соответственно, вымывается все, поручни. Проходит дезинфекция кресел. В условиях повышенной готовности транспортные предприятия Нинецкого округа делают все возможное в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. И напоминают пассажирам о необходимости нахождения в общественном транспорте в масках. Александр Литкова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Хангурее появится мобильная связь стандарта 4G. Поселок стал одним из победителей конкурса Министерства цифрового развития, связей и массовых коммуникаций. В конкурсе принимали участие малочисленные населенные пункты в округе. Наибольшее количество голосов набрал поселок Хангурей. На территории региона в голосовании Минцифры приняли участие 1200 жителей. В рамках проекта, чтобы подключить населенный пункт к высокоскоростному мобильному интернету, конкурсант должен соответствовать ряду критериев. Хангурей соответствует всем условиям конкурса. Во-первых, по количеству населения. Во-вторых, он находится в месте без сложных геологических условий прокладки кабеля. А расстояние до точки присоединения к сети связи оператора менее 70 километров. В настоящее время идут предпроектные работы. Мобильная связь и высокоскоростной мобильный интернет стандарта 4G появится в Хангурее в третьем квартале 2022 года. Программа устранения цифрового неравенства стартовала в 2014 году. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.